Начинаем с Киева. Там сегодня оппозиция вновь проводит акции протеста. Тысячи митингующих сначала снесли ограждение и заняли Майдан. А по последним сообщениям манифестанты пошли на штурм здания президентской администрации. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент в Киеве Кирилл Вышинский. Кирилл, здравствуйте. Что сейчас происходит в центре Киева? И действительно ли атаковано здание администрации президента? Здравствуйте, Юрий. Но сейчас в центре Киева на Майдане незалежности проходит большой 100-тысячный митинг. На нем выступают лидеры оппозиции, которые уже призвали к проведению всеукраинской общенациональной забастовки, начиная с завтрашнего дня. Ну, а надо сказать, что сегодня в течение дня, пока колонна, которая сформировалась около полудня возле здания Киевского национального университета, проходила по Крещатику, не удалось избежать каких-то антиправительственных и антиобщественных действий. Хотя лидеры оппозиции все время уверяли, что пытаются сохранить контроль над происходящим. Ну, вот нам было видно просто, как били окна и ломали двери в Киевской городской администрации. Мы на Майдане незалежности фактически оттуда выгнали милицию. Люди разбирали щиты, которыми была окружена городская площадь, на которой сейчас собирается елка, перегораживали улицы. Затем эти щиты опять убирали с дороги. В общем, было какое-то хаотичное движение. То там, то здесь происходили какие-то антиобщественные действия. Ну, и вот сейчас мы получаем информацию о том, что порядка ста человек ворвались в здание Киевской городской администрации, заняли зал заседания Киевского совета, а несколько десятков молодых людей с использованием городской техники, трактор, который находился здесь на площади, который должен был принимать участие в восстановительных работах, поскольку Майдан достаточно серьезно погрежден, там разобрана плитка. Так вот, с использованием этого трактора пытаются штурмовать здание администрации президента. Милиция, которая еще о том заявила, что у нее есть информация о возможных провокациях, тем не менее, ведет себя пассивно. Так, на Майдане сейчас нет ни одного милиционера, а спецподразделение Беркута, сосредоточенное в Госдуме кабинетом министров и здание администрации президента. Но по той информации, которая есть у нас, милиционеры не вступают в столкновение с штурмующими, с манифестантами, а просто-напросто выстроились за его щитом и ограждают, собственно говоря, собой административные здания. Ну, я напомню, что сегодня ночью прошло заседание Киевского окружного административного суда, на котором было принято решение, что до 7 января в центре Киева на Майдане, на Залежность и на Европейской площади запрещены какие бы то ни было манифестации и митинги, также запрещены митинги и на улицах, прилегающих к административным зданиям. Это улица Грушевска, на ней находится здание парламента, а также администрация президента на улице Банковой тоже запрещены, возле администрации президента тоже запрещены какие бы то ни было митинги и выступления. И, тем не менее, сейчас здесь десятки тысяч людей, Все они слушают своих лидеров и, по-видимому, ждут какого-то продолжения. Вот такова ситуация сейчас в центре города. Она достаточно напряженная, Юрий. Кирилл, а какие-то заявления официальной власти сделали по поводу происходящего? Ну, пока каких-то официальных заявлений со стороны власти по поводу происходящего нет. Есть одно из последних заявлений Виктора Януковича, которое появилось вчера на его сайте. Это было заявление о том, что он осуждает разгон Майдана, который прошел вчера ночью, требует наказать виновных. Создана была оперативная группа Минеральной прокуратуры. И вот уже сегодня было известие о том, что глава киевской милиции подал в отставку. Но, правда, пока на время проведения официального расследования его отставка не принята. Он только отстранен от должности. Юрий. Кирилл, еще один вопрос, чтобы нам лучше понимать географию, эту панимику Киева. Скажите, Банковская улица, где находятся здания президентской администрации и Майдан независимости, далеко друг от друга находятся? Ну, знаете, на самом деле, все фактически рядом. И Банково – это буквально 100-150 метров от Майдана независимости. И улица Грушевского – это метров 200-250 от Майдана. Там находится здание кабинета министров и здание украинского парламента. То есть сейчас вся митинговая активность сконцентрирована в центре Киева. И фактически в любой момент люди могут отделиться от толпы, которая находится здесь на Майдане. И отправиться штурмовать здание Киевского городского совета. Что же произошло администрации президента, парламента, кабина. Тем более, что здесь уже звучали крики на кабин, на кабин. И самый популярный логанг здесь сейчас, конечно же, революция. Ну, вот такая напряженная и нервная атмосфера. К нам поступают сообщения о каких-то попытках штурма, о захватах отдельных зданий. Часто эта информация противоречива. Ну, это вот сегодняшний день Киева, Юрий. Да, Кирилл, благодарю вас за подробный рассказ. Будем ждать от вас новой информации. Я напомню о ситуации в Киеве, рассказал наш корреспондент Кирилл Вашинский.